Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey, и сейчас мы возвращаем глаз Маркосу, глаз Циклопа, обсидиановый глаз, величайшую драгоценность, только я думаю это была ужасная идея, и после этого Циклоп будет нас выслеживать, но если после всего этого Маркос выживет, потому что частенько в таких играх первый наш друг умирает. Но обычно более такие серьезные персонажи, это более все-таки юмористически, скорее всего он выживет. Циклоп найдет и убьет нас Маркос, только и всего. Не вижу ничего веселого. Все получится, поверь. Зачем мне лгать? Я лучше промолчу. Возьми глаз, но не продавай. Торговцы не поверят, что он наш по праву. Все знают, кому он принадлежит. Да. Чем в глазницу, лучше к нам. Думаю, хватит на сегодня. До встречи. Стой! Прибыла лодка. Я вижу ее впервые. И? В нашем городе таких красавиц нет. Думаю, это Циклоп с друзьями. Вернулся? Я когда-нибудь вздохну спокойно. Убей их. Одной заботой станет меньше. К тому же с виду его люди богаты как крез. Им хорошо платят. Сплошная выгода, друг мой. Блин, Маркос хороший, конечно, вообще. И правда. Мне нечего терять. Брось. Тебя никто не одолеет. И где они? В заброшенном доме на восточном берегу. Кто знает, какие сокровища он таит? Отправь их к Аиду, забери все, и... Мы богаты! Он реально безумец. Просто сумасшедший. Сначала просит своровать глаз, чтобы его продать. Потом говорит, там мы его все равно не продадим. Ты зря его вырывал. Так, подержи у себя его. Ди-ка лучше убей вообще этого Циклопа. Так, заброшен дом. Роща к югу от Сами. Окей. Откуда родом эти чужаки, если не с Кефалинией? Я знаю одно. Кефалиния станет им последним приютом. Часть сокровищ я оставлю себе, так и знай. Не пытайся спорить. И не драхмать для того, кто послал тебя. Остатки в уплату долга. Никак иначе. Что ж, ладно. Пусть знают, как у нас заведено. Или пролей кровь, или умри. Как-то странно. Он сказал, часть я возьму себе. И тот говорит, а мне ничего не оставишь? Он даже не половину сказал. Он сказал, часть. Как-то видео перевели неправильно. Так, тут есть Астракон. Можно попробовать найти. Задание. Бой с Талосом. Убить этого Талоса надо. Дорогие гости. Также тут есть всякие другие задания на карте. Посмотрим, что это за жуткая лихорадка. А, и найти же здесь надо. Так, ну сначала найдем Астракон. Где-то тут он должен быть. Выжженная деревня какая-то. Вот он. Это они виноград давят, да? Нифига себе, такие приспособления уже тогда были. В некоторых местах до сих пор ногами давят. А, это оливки. Господи, не виноград, оливки. Оливкое масло производит. Собаку убили. Лут мы все равно соберем. Жесть. Тихо, как тут залезть-то? Греция, Кефалиния. Когда наступают тяжелые времена, так легко отвернуться от богов. Отправляйся в сожженный храм в Каусосе, в проклятой долине Пали. Туда, где однажды служитель отказался от веры ради новой жизни пирата. Ты найдешь меня в кучке пепла. Ага, я уже знаю, где это. Служитель храма стал пиратом. Это интересно. Ну, как там, Маркус? Как всегда. Не отдал деньги и дал новое поручение. Почему он тобой командует? Командует? Ну, потому что не могу бросить его в беде. Хотя он этим пользуется, но... Такая уж душа добрая у Алексиуса. Все не так. Просто из-за него я оказываюсь в сложных ситуациях. Не позволяй ему так делать. Спасибо за совет. Пожалуйста. Что ты хотела, Феба? Знаешь Каусос? Город на той стороне острова? Что там? В городе ужасная болезнь. Лихорадка. Моя подруга тоже заразилась. Говорят, им могут помочь только боги. Повторяю, я не бог. Но Икар... Лишь птица. Все равно ты можешь помочь. Ох, ладно. Разберусь. Хе-хе-хе. Значит, это выглядит так, что он командует. Маркес командует. Алексия Сандам. Ну, блин. Ну, как-то некрасиво бросать его. Ну, пока мое терпение не лопнуло, я ему помогаю. Хе-хе-хе. Зараза, бегает там. Холера. Выслеживает меня. Может, сразиться с ним? Голодные боги. Жуткая лихорадка. Пойдем туда. Зараза. Выстыдил меня? Что, сразимся? Начнем со спины. Диси Спарта. Ну, давай. Как-то легко. И пинка. Зараза. Вот тебе и легко. Холера. Ох ты, зараза. Пробил мою защиту. Блин, я шаг нажал. Лекарств нету, плохо. Смотри, что вытворяет. С луком ходит. Придется похитрить немножко. Диси Спарта. Диси Спарта. По следу пошел. Как гончая. Так, у меня жизни восстановились. У него тоже, наверное, да? А, ты это... Блин, от таких ударов. Ха-ха-ха. А что это он не упал, интересно? Так, я щит ставил, блок. Вставайся уже. Тебе не победить. Холера. Твои силы на исходе. Вставайся уже. Твои силы на исходе. Вообще, жизни ему не выбиваю. Твои силы на исходе. Давай, покажи, что будет. Блин, промазал. Ну, наконец-то. Слишком слабый урон получается. Рановато, видимо, я пошел против него. Хорош. Слишком просто для меня. Так. Твои силы на исходе. Давай. Фух. Не просто было. Зря ты взялся за это дело, Талас. Какой позе лежит. Умиротворенный. Фух. Приглашение на арену. На арене певки проходят самые зрелищные бои в Греции. Я действующий герой арены, приглашая лучших бойцов со всего мира развлечься. И побороться за уважение и драхмы на глазах у публики. Слава бежит впереди тебя. А мало кто может сравниться с тобой в искусстве красивого убийства. Если мое предложение заинтересовало тебя, я буду ждать землях пиратов. А мой помощник Мион в приюте воина. Что в певке? Скура. Герой арены певки. Прекрасно. Ну, сложно было. Узывите же все, кого я победил. Какого буйвола. Все видите? Какой я силач. Ха-ха-ха. Скинем-ка мы его. Полетай. Медленно падает, как пушинка. Так, уровень нам не дали новый. Ну, ладно. Так, ну, то есть я понял. Блок ставить легче. То есть не обязательно подбирать момент. Но блок можно пробить. А уклоняться, отпрыгивать от любого удара можно. Но желательно в самый последний момент. На реакции. Вот так вот. Ну, прикольно, в принципе. Сложно было из-за того, что я очень мало урона наносил. Поговорите с заболевшими жителями. А это враги, я так понимаю, да? Нагрудник наемника. Так. Выжженная деревня. Офигеть. Мертвые животные. Вранье слетелось. Это свиньи кто это там? Так, надо этих убирать, парней. Они втроем. Это, конечно, плохо. Убедите их. Вы убийцы. Вы убийцы. Так, а сверху, я так понимаю, у меня еще... А, прокачано. И пинка, пинка, пинка поддай. Пинка. Зараза. А, два удара делает, точно. А, тот лучник. Получи-ка. Пендель. Волшебная вещь. Урон какой слабый. Хорош. Тут получается более долгие битвы. Ну, прикольные. Мне нравится. Так, лутец. Поговорите с заболевшими жителями. Ага, что-то есть. Прах к праху. Греция, Кефалини. Когда настают тяжелые времена, так легко отвернуться от богов. Отправляйся в сожженный храм в Каусосе. К Каусосе. В проклятой долине Пали. Туда, где однажды служитель сказал... А, ну это мы читали как раз. Вот я и нашел. Больше тут ничего нету? Да, мрачное место. Туман прямо тут такой. Вранье, офигеть. Жуть. Звук, послушайте. Прямо Сайнд Хилл? Да, это свинюшки. Мех. Поехали, лошадка. Эла. Эть. Эта ночь наступила наконец-таки, по-моему, впервые. Хе-хе. Вам это нужней. Берегите себя. Ты посланник богов, Алексиос. Доброго пути. Удачи. Прощай. Надеюсь, так больше опыта дадут. Нифига себе, какая скорость. Бешеная просто. Она бы на Олимпиаде чемпионкой стала. Пятый уровень. Прекрасно. За ней не угнаться. Это великолепно. Разблокирована новая гравировка. Плюс 2% здоровья. Посмотрим, что у нас есть. Так, шлем. Они же не читерные, надеюсь? Не слишком читерные, эти шлемы. Урон убийцы. Урон охотника. Скорость и передвижение пригнувшись плюс. Вау. Покров сумерек. Красота. Так, наручи. Все оденем из покрова сумерек. Одеяние вестника сумерек. Так, а это? Да, очень красивая, кстати. Урон воина. Будем прокачивать убийцу. Хотя можно совместить. Тут броня больше. Не, ну слушайте, выглядит, конечно, очень круто. И то, и то классно выглядит. Ладно, это оденем. Вообще, не, не такое же читерное. Посмотрите, обычная серая одежда. 25 так же доспехов. Ну, бафы чуть побольше. Это фигня. Нормально. Плюс 5% к адреналину за убийство внезапной атакой. А тут? Плюс 10% урона от крит удара при полном здоровье. Хорош. Урон от яда не особо нужен. Плюс 1% урона. Интересно, прокачивать одежду тут, наверное, нельзя. Как в оригинсе. Гейский риф. Поменяем коня. Возьмем вот этого гейского рифа. А, это фобос. Этот сам же фобос. Понятно, просто одежда для него. Почему-то этому скакуну раскачивающаяся палуба нравится ничуть не меньше твердой земли. Крутяк. Оружие. Что же мы возьмем? У этих кинжалов совсем урон слабый. Малый ксифос. Ох, красавец. На гладиус похож. Вот этот пускай. Рог овна. Лезвие этого клинка изогнуто подобно рогу. Красота. Настоящий ассасин. Есть еще копья. Пока что у меня только одно оружие. Изготовить стрелы можно? А, из дерева, да? Пока хватает. Так, лук. Этот совсем слабенький у нас с первого уровня. Что такое скорость усиления атаки в дальний бой? Имеется ввиду, взводится лук быстрее? Тогда я этот выберу. Рекурсивный лук. Этот сильно изогнутый лук может использовать любой. А почему мне надо вот до пятого уровня ждать? Как-то нечестно. Это приглашение на арену. Обсидиановый глаз. Золотая статуэтка. Столько всего. Так, ну что? Прекрасно. Способность еще у нас. Выстрел хищника как-то такое. Его дебафнули очень сильно в сравнении с Ориденсом. Что это за читерство такое? Стремительная внезапная атака? Выберите способность, чтобы ее использовать. Метните копье Леонида с большого расстояния и нанесите 100% урона убийцы. Можно повторить один раз. То есть я на дистанции могу вот так вот убить человека? С другой стороны, я из лука могу в голову аккуратно всадить и все. Исчезновение. Вспышка яркого света оглушает. Типа дымоухи. Вот это вот нужная вещь. На двоечку. Окей. Жаждая жестокости. 25 уровень. Ну понятно, это арена. Бродячая акула. Пойдем посмотрим, что за задание такое. Эх, красавица-то какая. Посмотрите. Он больше не на Астасина похож на египтянина какого-то. Типа лоски такие. Ну красавец, красавец. Конь у меня теперь рога. Он не так выглядит, как там в инвентаре. Посмотрите. Или так. Там золото у него. А, наверное, так и есть. Просто ночь. Ну что, поехали. Что это такое, когда он залезает на коня? Мистей, хочешь свежие овощи? Свежее на Кефалинии не сыскать. На самом деле, мне нужны не овощи. Как и всем. Поэтому наши овощи гниют. Мы хотим накопить денег и уехать с Кефалинии. Пора двигаться дальше. Понимаю вас. Как ты мог заподозрить меня в таком? Алексий, великий бесстрашен. Я никого не боюсь. Так скажешь. Одна голодная акула мешает нам уплыть с Кефалинии. Акула? Она сторожит ожерелье. Если его продать, мы сможем уплыть с Кефалинии. Это ожерелье закопал один старый вор на берегу, у храма. Глупец не подумал. Приливы. Теперь ожерелье принадлежит акуле. Продавать овощи хорошо, но продавать ожерелье лучше. Хм-хм. Можно ставить ожерелье, но это слишком. Желание покинуть Кефалинию мне близко. А кому нет? Что у нас есть? Овощей сколько хочешь, а надежды нет. Оно в сундуке. Найдешь ожерелье, мы возьмем часть денег, чтобы уплыть. Остальное твое? Чё-то я не понимаю. Их нормальное место, отличное. Живи, радуйся. Ладно, убью акулу. Изруби её. Она на глубине, у развалин крайний, на юге. У сокровищ обычно есть история. Говорят, ожерелье принадлежало Прокриде. Ну, знаешь, жене Кефала. Оно было его свадебным подарком, символом верности. И мы знаем, чем всё закончилось. Как всегда. Кефал хотя бы был с ней, когда она умирала. Где находятся руины? Знаешь затонувший остров Зевса? Где он, там и руины. Пока не знаю, найдём сейчас. Что Шакули храм ждёт? После этого я не притронусь к овощам. Не знаю, не знаю. Почему овощи-то не продаются? Ничего не понимаю. Очень странно как-то всё. Вроде в городе всё нормально, живут все люди. Овощи тогда, да во все времена овощи ценились, нужны были людям. Чё за бред? Хорошая достойная работа. Не понимаю их. Так, посмотрим, где это у нас. Где эта акулка? Бродячая акула. Храм расположен под водой берегов Кефалинии, на юге. Древних развалин Крани. Круто, что искать надо. Вот здесь вот. Блин, туда надо долго идти. Ладно, коняшка, поехали. Почти километр. Давай. Всё-таки чуть покрасивше истоков эта игра. Местами. Местами. Хотя вид на дистанции, возможно, чуточку хуже стал. Так, там че-то интересное. Фобус, давай быстрее. Охотничий лук, но у нас есть получше. Вот сейчас я должен был сражаться с этим Кефалом, или как его зовут? Звали. Охот, значит, не плавает, да? Он наглец, Фобус. Я думал, он мёртвый. Как подскочил быстро. Так, тут никого нету опасного. Пустое поселение. Зарядка. О, спасибо. 40 тысяч урон был. Нифига себе. Вот и кар даёт. Так, есть чем поживиться. Пустое. Странное место. Возможно, тут будет задание какое-нибудь. Там прям регата у них. Обломки заблудшего разбойника. Что тут творится такое? Крабль на рифы налетел? А, они воюют, наверное. Офигеть. Кто такие? Это враги. Нет, наверное, разбили врагов. Так, там есть сокровище. Так. Наверное, это всё-таки не то место. Кто ты? Ой, блин. Придётся сражаться. Ха-ха, получай. Хорош. Да, неплохая боевая система. Островок Зевса, да? Вот это может быть. Так, тут есть лодочка. Попробуем поплавать. Всё как обычно. Моторная лодка. Если лодка перевернётся, до берега мне не доплыть. Островок Зевса. Да, это тут. Ожерелье внизу. Пятый уровень. Опасная тварь. Ещё там две. Тоже акулы? Три акулы пятого уровня. Это не шутки. Холера. В истоках не было акул. Сраза. Да как так? А почему я не попадаю? На зачем-то находится, да? Да. Так. Готово. Зараза. Ничего не понимаю. Так. Причалим к чему-нибудь. Неохота в воде с ней воевать. Акула всё-таки. Глушануть бы её бомбой какой. Холера. Так, я, наверное, не могу воевать тут. Вау. Топор берсерка. Золотой. Седьмого уровня. Акули плавник. Она, по-моему, застряла. Так. А где вторая убитая мною акула? Мне лутец нужен. Так, я слышал звук. Оттуда идёт. А-а-а. Что это у нас? Две драхмы. Ну, а снизу там. Она забаговалась, по ходу дела. Бедняжка. Ну и хрен бы с ней. Она вечно будет там плавать в текстурах. За текстуре я самое страшное место для персонажей игровых. Ужасное зрелище. Так, ну, мы можем возвращаться. Нельзя отсюда перемещаться, да? Ну, значит, поплывём. Ишь ты, как же она плывёт. Вот эта скорость. Блин, я просто плыву и наслаждаюсь графикой. До того красиво. Обалдеть. Супер. Просто посмотрите на это. Какие пейзажи. И работают всё чётко. Всё время в районе 60 кадров. Ну, в Оригинсе, в Александрии падали. Падала частота кадров. Посмотрим, как тут будут работать большие города. Пустые поезда. Ни берега, ни дна. Блин, какое мрачное место. Офигеть. Прям в какой-то хоррор попали. Слушайте, тут смена времён дня очень медленная. То есть день шёл очень долго. Теперь ночь идёт бесконечно. Я могу медитировать, наверное, да? Сейчас попробуем. Чё-то я не хочу ночью ходить. Да. Ну, другое дело. Утро. Туманное утро, кстати. Офигеть. Как будто дымка смог какой-то висеть. Такое ощущение, что тут промышленные заводы пооткрывали. Хе-хе-хе. Мы можем уехать. И никаких овощей. Ах, новая жизнь. Подальше отсюда. Глупцы. Как знакомо. Удачи. Думаю, что там будет лучше. Эх. Не цените вы то, что есть. Блин, ну костюм, конечно, крутой. Очень. Так, что у нас дальше? Не так много заданий тут осталось. Вот, кстати, там я вообще не бывал. Ну, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Удачи. Продолжение следует...